Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games. Мы продолжаем с вами Мафию 3. Сейчас мы с нашим братом Элисом добираемся до Папани. О, смотри, как мы все вместе тронулись. Но у меня машина быстрее. Мы были на бою, убили там главного гаитянца Баку, который нам мешал наши дела проворачивать. И мы из-за него не могли расплатиться с итальянской мафией, с Элом Марканом. Теперь мы, короче, его замочили и возвращаемся доложить отцу, чтобы он нам выставлялся за это дело. Потому что мы, наконец-то, привели семью к благополучию. Вот, без меня просто никто не мог ничего решить. Я был в армии, тут все было херово, все пришло в упадок. Только мне стоило вернуться, как сразу все наладил, все распетлял. Ну, поехали. Сейчас быстренько вернемся домой. У нас тут, походу, рассветает. Будет очень светло, классно, потому что прошлая серия была темная, мрачная, вообще жуткая. Там даже аллигаторы плавали, прикинь. Даже аллигаторы, но, слава богу, меня никто за жопу не покусал. Так. Вот мы и дома. Дом, милый дом. Смотри, как в городах подтормаживает. Это же 30 фпс, суки, блин. Пофиксите игру, наконец. Так. Ну, валим давай. Конечная. А ну, вернись. Вы же, а что я должен возвращаться, когда он... А, надо в гараж на заехать, да? Ты об этом? Ну, давай, оп-ты, заедем, блин. Че ты... Чем тебя тут парковка не устраивала, Элис? Тут тоже нормалек. Все. Чего Линкольн не понимал, или, может, не хотел понять, это то, что у такого человека, как Сэмми, всегда найдутся новые гаитяне. С ним вечно было так. Либо Сэмми кто-то угрожал, либо кто-то доставлял ему неприятности. Ни к концу этому. Ни к краю. Вот так и вышло, что Линкольн начал работать с Элом Маркана. Ты был прав, гаитяне прятались на старой соляной шахте. Больше они нас беспокоить не станут. Зря я тебе кто-то послал. Надо было самому решить свои проблемы. Это ничем не отличается от того, чем я заребался до отъезда. Ты, может, и не знаешь, но по телевизору каждый вечер после новостей показывают имена всех ребят, которые погибли во Вьетнаме. И вот я такой сидел на кухне. Ужинал, понимаешь ли. Смотрел тот список. И думал, а вдруг сегодня тот день, когда я увижу твое имя. Так и не увидел же. Ничего за мной не случилось. Халорис удачи, он не бездонный. Однажды вытащишь ведерко, а в нём пусто. Так что будем делать с Марканом? Отдадим ему эти проклятые деньги, так или иначе. Лотерея хватит, чтобы потратить денег. Лотерея? Нет. Нет. Но Сел тут звонил недавно, сказал, что хочет с тобой повидаться в загородном клубе. Говорит, у него есть какая-то работа, и между нами всё будет улажено. Чёрных туда впускают только из обслуги. Им это может не понравиться, но Селу Маркан они отказать не посмеют. Он говорит, ты должен там быть, значит, ты должен там быть. Отлично. Всегда хотел посмотреть, как оно там внутри. Сделай всё в точности, как Сел скажет, ты понял? Ради всех нас. Так точно. Слышь, а я всегда ради вас сделаю, блядь, всё. Гейтян пошёл, замочил. Тебя ещё что-то не устраивает, Сид бухает, мне не наливает. Слышь, нормально, Селу, короче, теперь иди работай, в задницу лежи. А ты будешь тут сидеть, такой прохлаждаться. Шикарно просто. В армии мне как будто мало было такого долбоебизма. Настала пора перемен. Ага, конечно, перемен. Не вижу никаких сладких перемен для себя. Подъехать к яхт-клубу Ретрусе. Ретрусе, что за херня? Так, перемены, перемены. У нас хоть карта там как-нибудь... Давайте хоть посмотрим на улицу, не знают. Что тут у нас? Довольно, в принципе, неплохо. И не всегда, видишь, не всегда проседает. То есть, все довольно так прикольно. Бабы вон всякие ходят. Привет, женщина, как ты поживаешь? Лишком стара для меня. А ты кто? Какие-то все старые девы живут у моей по соседству. Вообще просто не кайф совершенно. Какой-то дом у меня вообще задрипанный за три. Что тут хоть нарисовано? Ну, естественно, негры нарисованы. Что ж тут в дом, в котором живут негры, там обязательно должны нарисованы быть тоже негры. Ладно. Смотрим, а там куда вообще ехать? Где-то целый Маркана находится. У-ху-ху-ху. Аж Фриско Филдс. Яхт-клуб у него там он держит. Ладно, поехали, так и быть. Поможем нашему семейству еще раз. Смотри, побочных заданий пока нам просто не активируется, потому что, походу, это еще даже просто начало. Режим вождения. Для большего реализма при вождении опытные игроки могут использовать режим симуляции. Выберите его в разделе режим вождения в меню настроек, пункт игра. Симуляция. Да нахер оно мне надо? Я и без того нормально могу водить. Так, давайте, наверное, себе поставим маркерок, чтобы мы сразу знали, куда нам надо ехать. А ехать нам придется так далековатенько. И, походу, надо развернуться. Вставай, Линк, погнал. Дорогу не переходим, ребята, пока я еду. А то могу ненароком сбить. Я же на войне был, я контужен. Так, тихо. Вот, как-то с утра, так не знаю, как-то и лучше все смотрится, и как-то вроде как и тумана такого особо размытого нет. Хотя, в принципе, она-то размыта, да, но тем не менее. Ладно. Не будем о недостатках игры, я надеюсь, они это пофиксят, а будем о самой игре. Пока что реально все очень круто. Сюжет, ну, не то что такой примитивный, может, средняя примитивность, он довольно прикольный сюжет. Мафиозные разборки, естественно, куда же без мафиозных разборков в мафии-то. В мафии они всегда... Опа, копы. В мафии они всегда были, есть и будут. И никогда, походу, не закончатся. Так. А между тем, у нас что-то какой-то обзор вообще как-то... Дальности никакой. Может, потому что утренний туман, или фиг знает. Это специально было так задумано. Короче, мы должны работать теперь с Элом Маркан. Это лидер итальянской мафии, которому мы должны лизать в задницу, чтобы он, типа, там, помогал нашей семье. Скорее всего, может, еще и долги выплатить ему же. А мы ему, мы знаем, походу, задолжали что-то. Из-за гайтян не могли с этим разобраться, рассчитаться. Тихо что-то уже как-то потупливает, поэтому надо немножко сбавить обороты. А то сейчас врежемся куда-нибудь, машину свою разъебем. Это нехорошо. Я бы, конечно, если бы я на ту колымагу сил, которую я только что проехал, я бы ее расхерачил бы только так. Мне было бы не жалко, понимаешь? Но это же моя тачка. Это все-таки моя точила. Так что я буду очень стараться аккуратно. Даже похожим, знаешь, на импалу Дина Винчестера. Кто знает, сверхъестественная сирена. И я уже, походу, как мне туда прусь. Но было же показано, что надо сюда, нет? Разве нет? В эти карты еще раз посмотрим. Не смогу ли я потом как-то хер возраить? Наверное, не смогу. Ладно, поехали теперь обратно. Новый Орлеан довольно выглядит реалистично. То есть все списано с реального, с настоящего города. Того, каким он был в 60-х годах. То есть порали информацию из истории, все это смотрели, все это планировали. Долго к этому всему подходили. Ну, получилось то, что надо. Еще такой вот пункт небольшой по этой мафии, что она не похожа на мафию. Вот реально, я когда играл еще до канала в Мафию 2, вот там реально эта атмосфера вся чувствовалась, она ощущалась. Как-то там вот реально 40-е эти года, там все в шляпах ходили, такие гангстеры все, нуар. А тут ты играешь, как будто ты играешь реально в GTA 5. Я тебе серьезно говорю. За тем простым исключением, что тут только одни негры вокруг ходят. Особенно в центре Нового Орлеана, там где мы живем. Тут реально все похоже на GTA-шку, но пока что пойдет, пока что покатит. Какие тут дороги такие, знаешь, размытые, тоже непонятные. То есть это нормально вообще, нет? Или-то может после дождя такие лужи, хер его знает, почему так. Как-то все немножко грязно, что ли, непонятно, не знаю. Деревья не шевелятся, тут же должен быть какой-то, не знаю, ветер там, погодные условия. Ну почему так, не знаю, непродуманно. Кинотеатр. Надо будет туда свою Реджин сводить, которая говорит, типа, я живу у тети там или у кого. Подъезжай, как что, если захочешь посмотреть на мои две подружки под кофтой. Ну что, Реджин, подъеду еще, подожди. Ай, бля, чуть не въехал взад и вперед. Тихо. А вот, походу, и загородный клуб, да? С Элла Маркана. Ну и уже подъезжаем. Въезжаем, тихо. Поговорить с охранником. Хорошо. А как поговорить? Языком кулаков или каким языком? Я с охраной только так могу разговаривать. Стоп. Какого хера ты тут забыл? Прислуга заходит с задов. Я мистер Маркана. Меня зовут Линкер Клей. Вот как. Будь я прокли. Иди себя приличный, а парень, пока ты здесь, а то пожалеешь. Понял? Припаркуйся там сбоку. Пошел, ты слышишь. А вот и прислуга. Эй, негр, мне тебя жалко, слышишь. Я ж твой уродич все-таки. Иди хоть по боссе, не знаю. Так. Довольно красивый такой, знаешь, загородный клуб. А, тут белые, так тут нету. Тут равноправие. Смотри, негрые работают и белые работают. Сера бы. У С Элла Маркана нет такой расовой предубежденности какой-нибудь. Так. Ах, нихера себе. Линкер Клей, Бажер, только посмотрите. Спорю узкоглазые в штаны накладывали, как только видели тебя. Сколько лет, сколько зип, Джордж? Да уж, мать твою, немало. Кажется, последний раз видели стыночь на французском квартале, перед тем, как ты отчалил. Ну и ночь когда-то выдалась. Ой, да, я помню, как мы с Эллицем сматывались от копов, а Деннис закончил ночь в изоляторе. Не, я его оттуда вытащил. Согласись, не самая высокая цена за то, как мы наваляли тогда этим козла. Сигарет? Спрашиваешь? О, мэй. Сэмми сказал, мистер Маркану хотел меня ввить. Мистер Маркану, мать твою, ты так говоришь, словно он адвокат какой-то. Зови его Сэлла, га? Найдем, он тебя ждет. Типа, не пить мою сумочку. Да надо мне она, шмара. Надо было одеться получше. Если кто-то из этих уродов на тебя наедет разбираться, пойдут к моему старику. А он им, значит, и скажет, мол, за от меня поцелуете. Круто, когда денег дожоп. А бабы на меня так смотрят? Оливия, дорогая, не хочу прерывать беседу, но у меня встреча. Рэми, как всегда, рад видеть. Еще два стакана. Линкольн! Рад тебя видеть. Это Вито Скалета. Вито, а это то, о таком я тебе рассказывал. Давай, Линкольн, присаживайся. Значит, ты служил во Вьетнаме, да? Так точно. Сэл говорит, ты там какие-то жилетки на грудь заслужил. Я служил с хорошими людьми, без них я бы ничего особенного не сделал. Армия? Морпехи? Сначала регулярные части, потом меня взяли в зеленые билеты. Части спецназначения. Я же говорил, что он особенный. Не то, чтобы что-то могло пойти не так, но чисто на всякий случай. Разве ты не хотел бы иметь такого человека на своей стороне? Ну что ж, Сэл, если ты этого рекомендуешь, мне этого достаточно. Слушай, вообще мне пора бежать. Ждет куча дел. Спасибо за выпивку. Вито, старина, как ты там? Алло, где Джо? Господи, мой гаунюк. Прислали на нашу голову. Комиссия выслала его сюда из Эмпарбея лет 15 назад. С тех пор он мне кровью портит, скотина. Впрочем, ладно. Думаю, мы ты не очень понимаешь, к чему я клоню. Ну, с Эммем немало, что сказал. Два раза в год федералы изымают из обращения старые купюры и уничтожают их. В течение ближайших дней все эти деньги будут перевезены сюда. В местное казначейство. Вы хотите же приходить в один из конвоев? Никак нет. Мы хотим под это дело раздобыть себе пропуск в хранилище. И вытащить оттуда все, что прибито гвоздями. По прикидкам, миллионов шесть-семь снять можно будет запросто. Это очень дерзкий худ. Такой шанс раз жизни выпадает. Вита сливает кучу своих денег на эту работу, и он раздобил нам код доступа к сейфу. Ты уже видишься с Дэнни? Пока нет. Увидишься, мы подключили к делу Дэнни и его отца. Им понадобится твоя помощь, так что навести их. Живут они там же. Нам с тобой нужно кучу кое-чем поболтать. Полагаю, ты в курсе о проблемах с Сэмми? Я разобрался с гайтянами. Когда все успокоится, деньги снова потекут. Видишь, об этом я и говорю. Ты не сидел, засунув палец в жопу. Ты увидел проблему. Пошел и решил ее. Господи, да это дороже любых денег. Мы всегда платим свои долги. Как Ланнистер, так всегда было. Сынок, я в курсе. Другого я и не ждал. Но знаешь, даже расплатившись, ты все равно останешься гнить в этом проклятом районе. Не самые приятные перспективы, конечно же. Но может быть, есть другой путь, сечешь? Для всех нас. Что вы имеете в виду? Я хочу, чтобы ты знал. Я не свысока это говорю. Сэмми отличный мужик. Но моложе он не становится. И я думаю, настала пора перемен. Ну, я не уверен, что Элис готов к такому... Я говорю не про Элиса. А про тебя. Я хочу, чтобы Холло удержал ты. Я не могу. Да ладно тебе, если ты волнуешься за Сэмми. Не ада, сечешь? Мы всегда с ним были на короткой ноге. Эта дельца, о котором идет речь, обеспечит ему безбедную старость. Он подобрал меня, куда мне было некуда идти. Воспитал меня как сына. Простите, мистер Маркан, я не могу так с ним поступить. Черт побери, сынок. Я бы наврал, если бы не сказал, что ты слегка разочаровываешь. Но я понимаю. Ты человек верный. А в наши дни это редкость. Вы все еще хотите, чтобы я помог вам в том, о чем мы говорили? Еще как хочу. И когда все будет сделано, мы с тобой окажемся в полном расчете. Даю слово. Что вы на самом деле хотите услышать? Что вы похищали и пытали всех, кто был заподозрен в связях с Вьетконгом? Я пытаюсь понять, какую подготовку получил Ринкольн Клай за время службы в Виэтнаме. Таких людей не тренировать не надо. Просто указываешь им цели, стараясь не путаться под ногами. Вот так вот. Оказывается, Сэмми не наш отец. Он просто нас подобрал. И Элис нам не родной брат. Ну как брат, а не как моя семья. Ёб твою мать, чё я буду на кого-то с Эллом Аркана жопой ему лизать и палец ему туда совать? Если у меня, блин, есть свои убеждения и свои родные, которых я, блядь, охраняю. А, вот и продолжение. Ни черта не вижу. Так, чё делаем? Они тоже. Спокойно. Прорвемся. Давай, Джорджи. Твою ж мать! Чё дальше? Режим информации. Используйте режим информации, чтобы следить за врагами, которых вы уже заметили. Также режим информации открывает расположенные поблизости цели, оружейные шкафы и аптечки. Нажмите... Э, понял. Всё, хорошо. Пошли в жопу. Ах ты мудак! Один положен! Сколько вас там уродов? Мне патронов... А, патронов поджи, патронов под завязку. А когда ты столько патронов успел насобирать-то, а? Мы тебя оставляли ещё с голой жопой, а уже патронов куча. Он подошёл, ты нахер, слышь? А ну, вылазь! О! Что, всех копов положил? Охеренеть! Джорджи, мы сейчас, короче, всё разобрались. Чё дальше? Линкан, бур пробился! Я вижу это. Чё делаем? Какое пухо у меня, ты, смотри, блядь, вот это вот, это вся жизнь, это моя девушка. Какого хрена, Элис? Что ж вы так долго? Сверло говёное перекрывается! Вы с Линканом цели? Да, всё в ажуре. Где Дэнни? Он всё в бок спихивает, чтобы у нас было её вместо деньги собирать. Ладно, как только мы тут разберёмся, сбросим деньги вниз. И быстрее! Нам тёмно устроили! Сука, я включили свет! Сами с деньгами я разберусь! Защитить джорджа. Блях, они опять бегут, да? Ну, мудаки. А давай сейчас ближе подойдём вот сюда. Вот тут засядем и будем сидеть. И будем этих твари ждать. А если они нас не видят, в принципе, и я их не вижу, и они нас не видят подачивали. Ёб! Пошёл ты, сука! Они со всех щелей лезут! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тут лучше не сидеть, потому что они со всех сторон будут нападать. Вот так вот. Ништячок. Чё, всё, да? Дайте свет, народ. Ни хера не видно. Мы станем богачами, Линкан! Богачами! Они хотят нас выдавить! Не отвлекайся! Смена укрытия. Смена укрытия. Отклините в сторону расположенного в близости укрытия. Затем нажмите контр. Подожди, чего? Так. Обойти укрытие. На краю укрытия нажмите... Ебать-ка, бать! Пробел F... В сторону угла, затем нажмите... Короче, я типа понял. Вроде как понял. Давай попробуем. Блядь, не так. Всё перекрыто, говорят. Да пошёл ты там стрелять! Сдробача... Ого, какой скабан! Ты чё такой жирный? А говорят, полиции платят мало. Да слышь! Сделай что-то с этими ублюдками, Линкольн! Сейчас всё сделаю. Укрытие надо сменить. Боимать, чё ты перезаряжаешь-то сейчас? Ну... Вкалывай уже последний адреналин. Ах, уроды, идите нахер отсюда! Мои деньги не дам никому! Они всё валят и валят. И смотри, сколько их там! Хорош! Давай, Линкольн! Ха-ха-ха! Пошли нахер все! Смотри, как залпом положил. А ну подожди. Control... Не, Control-то встать. А, вот смена, подожди. Это не та смена. Это не так, блядь, ты меняешь. Посмотреть туда, нажать, короче, Control. А, во! Красота! Смотри, как надо делать. Всё, я понял. Или вот так вот, наверное. Тоже как-то пробел потом... Блядь, пробел это не то, подожди. Там надо как-то двигаться, передвигаться, типа, пробел, смена укрытия, Control. А, ну тут неплохо, чё? А ну тут даже само показано, когда смотришь туда, в ту сторону, например. Пойти-ка хорнили, сюда. Сейчас подойдём. А ну подожди. Так вот, хоп. И вот, смена укрытия. Control, а если... Так, тоже смена. Там укрытия нет. Короче, оружие давай понабираем. И будем отсюда валить. Короче, поехали. Всё, погнали отсюда. Чёрт, охранники отрежут нам путь, как только мы высунимся. Передай Дэнни, что он должен вытащить нас отсюда. Эти сволочи загнали нас в угол. Надо что-то делать. У меня есть немного тротила. Я положу его возле отверстия и взорву. Ни хрен ли нам это поможет? Если повезёт, получится дыра, в которую вы сможете пролезть. Если повезёт, Дэнни, ты вообще понимаешь, что делаешь? А ну, это же динамит, чё-то сложного. Паджо, отходите подальше, нахуй. Блядь, отходим, чувак. Сейчас я тебя понёс. Ай, бляха. Дэнни, ты дебил. Ну, нихера себе. Мать твою, шикарная. Ну, вставай, Линк. Фух. Бочина болит. Смотри, реально покотанный. Дэнни, ты чем думал? Эй, чёрт побери, убери ты с меня, Элис. Я пытаюсь. Дэнни зажала ногу. Никто точно не знает, почему Томас Бёрк угодил в немилость к Сэлу Маркана. Но тот отобрал у него Понте-Верден и передал Роману Барбьери, Громиле по прозвищу Мясник, который тут же покалечил Берку ногу. Дэнни Берг также участвовал в налёте. Он был неплохим механиком, но в подобных вылазках никогда участия не принимал. Однако Берг настаивал. Он решил, если налёт будет удачным, Сэл простит его и вернёт Понте-Верден. Компания, металлургическая компания Берка. Берёв! Я знал, что с магой её продыряют. Эй, я слышал, что нет ничего слаще вьетнамской киски. И как правда? Казан-Нова Клейни, твою ж мать, как же я рад тебя видеть. Взаимно, Дэнни, как Никки. Она тоже хотела приехать, но ты знаешь нашего отца. Ах, ты ж грёбаный, сукин сыр! Так, ща, и к несчастью. Пойдём выпьем пиво. Пусть старик успокоится, а там и о деле поговорим. Как ты, брат? Короче, я всё устроил, всё организовал. Скоро девочки подъедут и все дела. Только туда мы поедем на моей тачке, потому что... Там чё-то припарковано на улице. Не, послышалось, или ты назвал мою американскую классику говном? Я просто хочу сказать, что есть тачки и получше. Да хрена там у него не тачка, а зверь. Я лично ему 358 кубов загонял. У тебя не это, не только кубики стояли. Может, расскажешь, как одалживал тачку Элиса, типа дамочек покатать? Так, где вы это не втягиваете? Ты что, трехался с дамочкой? Подумаешь, проблема. Я же аккуратно, одного ублюдка я уже на свет произвёл, и хватит с меня. Так знаешь что? Ты вылежишь в мою машину и не только заднее сидение. Каждый квадратный дюйм. Я же собираюсь сидеть с задницей в твоём дерьме. Эй, ты шутник. Ты ему поможешь. С какой-то радостью. Мне что-то не перепало, что я всё нового. Господи Борь, слушайте, вы клоун. У вас шансов эту провернуть не больше, чем у меня выиграть дядя Борья. Ладно, пап, мы слушаем. Дэнни и Эллис. Вы возьмёте бур и пробьёте сейф внизу. Дэвид Джорджио будете внутри. Скидывайте деньги вниз и валите оттуда нахер. Но это чёртов бур, не так легко перемещать. Так что понадобится катер, протащить его по каналам. Мы с Эллисом займёмся катером. А Паша Джорджи подмазал охранника, а тот даст там свой грызовик. Да, плюс ещё форма, на нас никто не посмотрит. Ладно, пора двигать, надо заглянуть к скалете. Закончить все приготовления. Вы два придурка, не надейтесь, что соскочили с крючка. Готовьтесь драть мою тачку. Не буду ничего отмывать. Эй, ты будешь её мыть? Ага, то придумали тачку мою говном называть. Про моего отца можно много чего сказать, и очень мало хорошего. Но он начинал с подпольной торговли самогонкой, и потому знал про каналы под городом, и про то, что один из них идёт точно под федеральным казначейством. Это он придумал использовать катер, чтобы доставить бур на место. Типа дочка Берка. Старости уже. Твари законченный сукин сын. Это он виноват в том, что случилось. Хочешь сам лезть в петлю? Пожалуйста. Но сын это трогать зачем? Это он виноват, что Дэнни погиб. Ну так, Дэнни погиб, получается, ни хера себе. Херня. О, хух, это по-нашему. Погнали. Канал Эмью Борду. Нихера себе сколько копов. Чёрт ещё больше охраны нас валит. Судно нахер. Вали, давай, ублюдки, копы, отрезать на подход. Сука. Найдём другой путь, этот пунель наверняка куда-то ведёт. Естественно, водопад ведёт. Вот это, я не знаю, Ютуб меня, надеюсь, за эту песню не забанит, нет? Оглянуться назад. Оу, за нами хвост, ребята. Поехали, блин, надо надо отключить, блядь, не хочу отключать такую песню, охерей. Валите копов, пока я веду. Держите, нахер, на прицеле. Копы, копы, я, блядь, вижу, что копы. Давай, вали, стреляй. Получайте, козлы валюте. Пошли нахер. Давай, 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 сколько нам ещё плыть? Что вы, ублюдки, сраные суки? Двигай дальше, не тормози. Бля, хамуха, а нихера сплют. Вот это мы просрались. Слышь, я тебя вижу, ублюдок, говорит Джорджи. Задание провалено, катер уничтожен. Охереть, прикольно. Мы, короче, выкинули нас на берег. Это всё песня отвлекает, понимаешь? А чё такое? Это какое-то бессмыслитое? Нет, всё было и так. Ха-ха, это парикол, типа. Чё? Проебался? На дубль два. Скрыться. Короче, попробуй тут ещё скройся. А давай, слышь, давай сейчас будем, когда будет этот поворот, когда туннель раздвоится на две части, мы сразу повернём во вторую часть. В левую. Туннель, наверное, какой-то ведёт, говорит, слышь. Да понятно, что ведёт. Так, не оглядываемся назад. Не оглядываемся туда назад. Не надо нам оглядываться. Хорош. Пока плывём, просто плывём. Теперь как надо развернуться туда. На ту сторону. Погодь. Джорджи, там хорош. Подожди, тихо. О, вот так вот давай. Потому как впереди будет препятствие. Причём такое охуенное просто препятствие. Я вас отправлю туда, откуда вы вышли. Вашим мамкам в жопу. Хе-хе-хе. Нормально сказал. Хе-хе. Давай-давай, пошли. Посмотрим, что способны. Двигай дальше, не тормози. Погнали. О, мы почти вышли, смотри. 519, 500. Тихо, давай, поворот. Ништяк. Получайте, мусора проклятые, эээ. Пандус, жми, Линкольн. Да я жму. Твою мать, ты в своём уме. Блядь. Фак. Хорош, красота. Причалили. Дэнни, ты ещё живой? Все целы. Жизнь, я такого сумасшедшего не видел. Это круто, конечно. Все мы целы, невредимые и всё такое. Но что мне делать-то теперь? Единственный врёт наверх. Ты шутишь? Там уже копы повсюду. Ну, если очень повезёт, они будут так заняты в мордиграх, что нас не забейтят. Пошли. Давно так не веселился. Эй, зажёг меня обязательно так хватать. Заткнись и лись, чувак. Ну, слышь, я же не пидор. А чё Дэнни-то умер? У него всего-то рана в ногу. Ладно, руку давай. Ну вот, давай, мы поможем. Ладно, только выберемся, я найду телефон. Вызову тачку. Идти можешь? Да, если кто-то поддержит, справлюсь. Проще тебя на руках было понести. А ну, давай сюда. Да, иди сюда. Эй, 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 ну поставь меня нахрен. Если кто-то спросит, скажем, что он ужрался. Деньги заберите. Ушли. Ух, мать твоя. Всё, несём Дэнни. Иисус наш друг. Открыто новое сюжетное задание. Нифига себе, Иисус. Если Иисус наш друг, то он должен нам помочь отсюда выйти. Вот и праздник Мардигра. Погляди, какие у неё сиськи. Эй, милашка, хочешь хорошо провести время? Дэнни, потише. Нет, ты её сиськи видела? Охренеть, блин. Свою мать, заткнитесь, пока нас не зацапали. Ого, нифига себе. Годзилла. Здорово! Ты как? Ох, сори. Чё ты ссоркаешь? Это уже кто-то пьяный, уж сратый. Да стой ты, чёрт возьми! Стой! Иди в жопу мусор! Ха-ха-ха-ха-ха. Правильно, правильно, мусором отвлекайте. Давайте как-то пробираться. О, афра! Парочка. Хороших вам поебулик сегодня. Чё там? Эй, чувак, повесь в трубку сейчас же, мать твою! Пошёл отсюда, нахер. Мы звоним сегодня. Вижу у нас человек. Плохо человеку, надо скорую вызывать. Так, вы на жухер, и стойте. Я ещё и держу, я ещё и звоню, капец просто. Всё на меня. Мы в полном дерьме, нам нужна помощь. Где вы? Далеко от дороги, по которой парад проходит. Я не могу подъехать машину, потому что дороги перекрыты. Слушай, там за кладбищем есть продуктовый магазин. То-то добраться получится? Да. Да. Машина будет ждать у погрузочной эстакады. И Линкольн, будь осторожен, понял? И ты, и Элис. Мы будем. Хорошо. Дойти до машины для побега. Ну блин, главное дойти, я тут хер дойдёшь ещё. Сейчас как запалит нас кто-нибудь. Сэмми доставит машину, она будет ждать у погрузочной эстакады. Бог благослови, Господь твоего старика. Пошли. О, ни хера себе, смотри, какая у него башка. Наверное, умный чувак, да? С такой-то башкой. Распухший до невозможности. О, бабонька цветочек. Только чё-то какая-то не в моём вкусе. Так, где эстакады, где машина? Чё, куда нам идти вообще? Вот праздник в самом разгаре, ёпты. Кто моему приятелю чарочку нальёт? Хотя ему уже не надо наливать. Но мне для храбрости, чтобы я его пронёс. Чё тут, смотри, красиво довольно, слышь? Это в Новом Марляне, походу, всегда так отмечают всякие праздники. Так вот, собираются, наряжаются. У них много очень костюмированных таких вот обрядов разных вечеринок. Сюда, чувак, через бар! Да пошли в бар. Может, там ещё нажрёмся сейчас? Нормально, обычно алкашей выносят из бара, я вношу. Пока неизвестно, сколько федеральных служащих погибло сегодня, когда двое вооружённых людей ограбили федеральное казначейство. Чёрт, ты слышал про нас в новостях? Говорят, захлопни, ебало, Джорджи, нам надо уходить! Ты чё трэндишь про нас? Слышь, ещё всему бару расскажи, и всему Новому Марляну. Чё это про нас говорят? Ой, как слышь колбаситься. Давай, ёпта, поколбасимся с тобой. Ой, если б я ещё не нёс этот груз, который на мне мешком целым мёртвым лежит, я б с тобой потанцевал. Тут уже кто-то пьяный. Бабы пьяные, злые, слышь? Чувак, нас хватит, если не будем шевелиться. Нас хватит, чувак, если будешь про нас распёздать всем. Она говорит другое. Ты на морду её смотрел, она же страшная, как смертный грех. Такая баба что угодно наврёт, лишь бы на себя внимание обратить. Чего там такое? Ещё немного, и я тебе ребра переломаю, сынок. Клянусь, я ничего не делал. Блядь, пошли отсюда, ребята. Внимание всем постам. Катер, который использовался для ограбления, чё-то там замечен. Вооруженные очень опасны. Смотри, какие две рожи. О, красавчики. Как житуха, дайте пройду. Чёрт, они катер нашли. Ну не пиши, чувак, всё в порядке. Ща дойдём, нам ещё чуть-чуть, а 155 метров, видишь? Ща дойдём, всё нормально будет. А чё ты не все в цветы наряжаются, это не знаю. Весеннее солнцестояние или хер их знаю, что они отмечают. Сейчас вроде не весна, вроде лета уже. С этим парнем, что и так? Мои приятель слегка перебрал. Пора связывать со мной гонды. Копы, 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 палят, копы, палят, копы, палят, копы, копы, суки, палят. Оставай, ребята, сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ни хера, си сколько нам ещё идти, то, ну? Кто там потухает с нас? О, всё, да? Чёрт, всё делать будем? Мусорам, мальчик, повсюду? Элис, уймись, всё будет нормально. Так, парни, берите Дэнни и деньги, и садитесь в машину. Я с копами разберусь, отвлекую их от вас. Эй, чёрт, аз два, чувак. Всё в норме, он будет не один. Иисус наш друг, и он всегда с нами. Аминь. Ладно, идём. А вот поэтому наш друг Иисус в этой миссии, слышь? Лучше бы он всегда был нашим другом. Эй, сюда! О, вот это ты зря, парниша, это сделал, нахера? Да, мне проблем дополнительных создал. Всем свободным нарядам подозреваемый передвигается слишком пешком. Расследует... Слишком пешком. Расследуем. Вы находитесь в красной полицейской зоне. Копы сначала расстреляют, потом задают опу, естественно. Чтобы скрыться от полиции, покиньте мерцающую зону полицейской активности и не спрячьтесь. Так, пошли, ныка-то, бегом нычковаться надо, ребята. Я знаю, я подозреваемый номер один, да, конечно. А куда тут ховаться, блядь? Блова-блова, наверное, на лестницу давай, чувак, на лестницу. А тут как ты пройдешь? Сука, а зачем сюда было идти? Там копы уже обложили. Аныкаться, куда? А ну тихо. Копы есть, тут нет? Вон там коп. Там коп, он сюда походу направляется. А этот сюда идет. Блядь, что нам делать-то, ребята? Как нам тут выживать? Там, этот тут. Пошел в ту сторону куда-то, подожди. Можно вот так вот засесть пока. Добраться до машины, бляха, муха, чужим делать. Этот там пока ходит, хорош. Если бы можно было вот этого копа, скажем, который там вот по коридорам шляется, вырубить, одеться в его коповское обмундирование, облачение, короче, и потом бы свалить отсюда нахер. Так, походу, нельзя. Но я заховался-то, давайте уже, хорош, отбой тревоги. Нет у меня тут. Добраться до машины, от машины аштаб, капец. Воу, 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 это рискованно все очень. Обосрался, какой риск сейчас будет? Коп-1 там. Сука, сейчас нас пропалит этот коп. Шли в жопу. Ох, как я хорошо пробежал просто вообще, ты чё? Красавчик просто сейчас был. Идите нахер. Вот это Линкольн вообще дал, ты сейчас меня удивил даже. Да ну ее-то должны уже давно-давно сказать, что чувака тут нет. Мы его потеряли, все, давайте разойдемся все. Пончики поедим, там как раз горячие подоспели в магазине сейчас. Иди нахер отсюда, цветочник. Я с еще раз пиздит всем, что меня тут видит. Подожди, чувак. Я думаю, что наверное надо тебя вырубать, чтобы ты особо не распиздил. Подозрай, вырапал из поля зрения, говорят. Все, мы скрылись. Теперь вы в голубой полицейской зоне. Голубая полицейская зона показана на вашей миникарте, чтобы выбраться из голубой зоны, использовать вскрытность, типа не привлекайте внимания полиции. Начните поиск в окрестностях. Бля, чисто тела, наверное, в окрестностях найдут. Чувак, а ты никому не расскажешь, что я тут такое делал. Там коп идет сейчас к нам. Блядь. Набирая его нахер скорей. Чувак, извиняй, конечно, он никому не говорит, что я тут был. Ну, просто как я тут проходил, просто этот чувак очень хотел сцать. Я положил его под дерево, чтобы он там посстал. Потому что больше он никуда сцать не хотел. Только сюда. Тихо. Куп еще по кладбищу по всему шляются. Смотри. По всему, мать его, клят... Клятбищу. Бля, хабуха уже заговаривать, потому что страшно. И потому что мы упороты сегодня вообще до невозможности просто. Ах ты, сучка, собачка, вообще-то такая, блядь. И тут просто куча. Как мимо них пройти? Я хер вуз. Кто ты прешься? Ты еще ближе подошел, слышь. Внимание, всем розыск отменяется. Повторяю, прекращайте и розыске возвращались к патрулированию. Наконец-то. Далее, епанайлуйя. Фух. Я так полагаю, можно теперь уже все, да? Оружие складывать? Убирать? Нычкуйся. Все, я пошел, епта. Все нормально, все хорошо, я прошел. Нифига себе, кладбище за три. Это генные, конечно, в игре локации, мы их еще все потом поисследуем, посмотрим, когда у нас более-менее игра сама начнется, потому что пока еще у нас побочек никаких нет, только главный сюжет. Замечен субъект, опять говорят, идет пешком, им уже занимаются, ах вы суки. Когда это вы успели меня уже заметить-то, а? Надо было красно, надо было не идти, ну зачем, ну как так-то, ну он, слышь, палит нас. Да, слышь, так нечестно-то, ну. Че, летс гоу, пошел ты в жопу, летс гоу. Срать я хотел на наш летс гоу. Раз так, да, значит будем так. Ах ты, мудак. Пошел ты вон, пошел ты вон. Стреляют купы, офигеть, какие метки, обосраться. Давай, давай, адреналина у тебя нет, чувак, помни об этом, что у тебя его просто нет. А, давайте, хлопцы. А где Джорджи? Мы разделились, когда видели его, последний раз он сказал, что встречается дома. Элис, садись, говорит нам, да, поехали, Элис, вези. Подозреваем, скрылся, все, скрылся я, скрылся, меня нет. Отвалите нахер. Бля, да войдите в жопу. А че это я копов сбить не могу? Это же подозреваемый говорит. Естественно, ебать, а кто еще? Эй, отвалите, люди. Ой, извиня, или девушка, женщина, или мать моих детей. Как тебе там? Внимание, все машины из французского квартала сообщили о наезде на пешехода. Понимаете ли, скрылся, кто этим займется? Хе-хе-хе, давайте я займусь. А че так лагает? А ну-ка, ишь, 30 фпс. И патча нет. Че я это постоянно спрашиваю? Хорош спрашивать об этом, все. Лагает и лагает, давайте скрываться, все. Обнаружен саспектс, короче, говорят нам. Пошли вы в жопу. Отстреливайтесь, ребята, отстреливайтесь. Я из красной зоны, сейчас выйду уже. Сука. Все, я скрылся, хорош. Если выберемся живыми, сниму себе целую толпу сисьастых телок. Не плевать, на что это обойдется. Да выберемся на сцене. Они отстали? Да-да, чувак, они отстали. Я так и знал, что мы справимся. Так и знал, мы богачи, твою мать. Фух. Чего это нам стоило? Я граблю людей с шерстистарядным револьвером. Я боролся с законом. Да пошел он в жопу этот закон. Нормально, хлопцы. Я боролся с законом, и закон проиграл. Все, да? Фух, наконец-то. Ну и сколько там получилось-то? Чуть больше двух миллионов долларов. На долю. Матерь божья! Как только все уляжутся, позвоню знакомому и закажу у него трех шлюх? Сопляк, ноги падшей женщины, и будешь целовать. Уверен, потому что две будут для тебя. Я буду в своей ночной тачке. Ты много благодарен. Так вот, знаешь, надо мной всю жизнь кто-то стоял, указывал, куда мне можно ходить, что мне делать, с кем я могу дружить. Что я могу делать, с кем я могу быть виден. Но это... То, что вы сегодня сделали, парни... Это меняет все. Это не просто бабки. Это свобода. Настоящая свобода. Никто мне больше ничего указывать не будет. Никому из нас! Буда-буда-будар, бувар, бувар. Бухаем, хлопцы. Ничего себе! Ну, посмотрите на него, ай, мужик Линкольн. И поглядите, кого я привел. Еще стаканчик нальешь. Вот черт. С удовольствием. Мне Джорджи сказал, что все пошло кувырком, и Линкольн пришлось вас спасать. Черно ты гордиться должен этим парнем. Я и горжусь, Сэл. Ты не представляешь, как сильно. Господи, Иисус, да это же прямо домашняя барматуха, да? Слушайте меня, там кое-кто ждет снаружи. Вы не против, если он зайдет и запакует мою долю? Без проблем. Эй, Джорджи, давай проверим. А вот этого ко мне давай сюда, искарика кукурузного хочешь, мужиков останешься, они все так одинаковые. Возьми с краю, твоя доля плюс то, что я тебе должен. Еще и добавил немного за труды. Без тебя я бы не справился с Эмми. Все, и все отлично поработали сегодня. Давай-ка ты чем-нибудь хорошего нальешь, отпраздновать надо. Мне два раза повторять не надо. Недали, ну парни, понеслась. Я тебе вот что скажу, Винка, я такого крутого сукина сына, как ты, пожалуй, не встречал. Но тебе не стоит заговорить нет. Ебать, ты че, херил, сука, продажная тварь! Какого? Твою мать! Куда это ты намолился? Тупые ниггеры, мать! Давай, сумку бери, пошли! Твою мать! Когда я добрался до бара с Эмми, здание пылавое. До сих пор не понимаю, что меня туда-туда привело. Удача! Божественное проведение! Что-то еще? Линкольн, Сэмми! Черт! Линкольн! Линкольн! Вот это щас охереть был поворот! Когда я вытаскивал его из огня, Линкольн начнулся и попросил, чтобы я позвонил Джону Доноану. Так я и сделал. Не проходит и дня, чтобы я не пожалел об этом звонке. Мистер Доноан! Вы знаете этого человека? Ага, это Сэл Маркан. А как насчет этого? Это говна кусок, Лу, братец Сэла. Слушайте, хватит мне мозги снышать. Что вы хотите знать на самом деле? Оказывали ли вы Линкольну Клею помощь в убийстве Сэла Маркана и членов его манклозного клана? Еще как мать вашу оказывал. Сэл Маркан. Сэл Маркан. Сэл Маркан. Сэл Маркан. Сэл Маркан. Так вот, кого вы хотите убить Именно так, Падре На рискованный путь вы встаете И что вы, по-вашему, должны делать? Сел Марканна заслуживает смерти, с этим я спорить не буду Убейте его Но пусть этим все и кончится Это не достаточно Достаточно, если ты решишь, что достаточно Линкольн, я знаю, что сделал с тобой Сел Но как ты не старайся И к жизни ты их не вернешь Я не хочу их вернуть Я не прогребанное уличное правосудие Я хочу, чтобы этот ублюдок на своей шкуре почувствовал, каково это Потерять все, что тебе дорого Пусть смотрят, как я все у него отнимаю Линкольн, это дорога в один конец Ступив на нее, назад ты уже Не повернешь Я еду к Сэмми забрать свои вещи Ты со мной Буду ждать машине Вы учили нас подставлять вторую щеку вместо того, чтобы бить в ответ Проблема в том Проблема в том, что в реальном мире это не работает Проблема в том, что в реальном мире это не работает Проблема в том, что в реальном мире это не работает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова